здравствуйте инспектор дорожного патрульного службы сером полиции мага ваш документ пожалуйста почему дети это не выдерживающих устройствах не находятся еще вопросы лично жизнь не интересует ничего нет не интересует страховой полюс а чё страховой случай сейчас нет согласно пункту правил 211 обязаны предъявить по законам требования сотрудника полиции документы про вы ничего не забыли жают ничего не забыли нет не забыл 22 9 нарушили привозите тебе детских удерживающих устройств ничего не нарушил нарушили не объясняю первые 20 дней будет действовать скидка 50 процентов то есть 1500 рублей если не успевать это сумма штрафа будет 3000 рублей я ваши правила не акцептирую что но это вам не понять вы сначала протокольчик напишите постановление не надо восстановление почему не на потому что согласия нет что вы не согласна почему мы не согласны мне имеется факт у меня доказательная база и мисс будете доказывать ли вы базу предоставлять суде нет а где мне что я щас как должностное лицо вынес постановление сейчас потому что у меня имеется пользу доказательств и поэтому я у нас вернемся к законодательной базе тогда если человек не согласен выносится протокольчик пишите протокольчик сначала А вы сейчас что делаете? О детях думаете? Да Вы сейчас выпьете штраф И ребенок месяц голодный будет Вы так о детях думаете? Месяц голодный Вы так подумали о ребенке, да? Если они у вас даже не пристегнуты Все, все, разговор-то окончен с вами Самое элементарное покушать, да? Покушать, человек Самое элементарное хотя бы детей пристегнуть Покушать Элементарно вы сейчас лишили ребенка еды на месяц Я ничего не лишал, это вы его не пристегнули На месяц Ровно на месяц вы лишили ребенка еды Ровно месяц он не будет ходить в садик Потому что мы не сможем заплатить, правильно? Правильно Вы его не пристегнули Вы совершаете геноцид собственно народа Нет Да? Нет, вы его не пристегнули, не я, правильно? Так, а вы лишили еды его. Причем тут пристегнут? Он не пристегнут и может покушать? А без еды он находиться не может. А без опасности-то вы не думаете? Вы же не думаете, правильно? Вы сейчас только что лишили ребенка еды. Я ничего не лишал. Вы нарушили, вы обязаны пояснить. А вы обязаны вынести протокол. И что дальше? У меня имеется полностью доказательная база, фотографии. Все имеется. Я как должностное лицо вынесу постановление. Ну, то есть вы признали меня уже виновным, правильно? Да. Ну. А где вы рассмотрели постановление? Я рассмотрел данное постановление как должностное лицо, потому что имею право. Это страшно. Где еще нет? Где еще нет? Где еще? Просто тратили секунды, чтобы выросли, чтобы не пропало. Что дают побегистраку, чтобы он поплылся сюда пять минут на человека. И это, кстати, и все. Солдат. В отношении вас сейчас будет составлено постановление Вы нарушили пункт правил 2029 Привезили ребенка на заднем сидении автомобиля до 12 лет Масочку приспустите, пожалуйста Нет, без детского удерживающего устройства И без пристегнутого ремня безопасности Удостоверение можно ваше? Дайте я вам договорю, пожалуйста, правильно? Не перебивайте меня Можно так? Я покажу вам удостоверение Без детского удерживающего устройства А зачем я должен слушать, а если я не вижу удостоверения? Кого я должен слушать? Первого попавшего? Первого встречного? Нет, я вам покажу, не перебивайте До полного знакомления Снимать я вам запрещаю свое удостоверение Запретили и запретили Действительно, да 20-го Сержант Малаков Александр Вадимович Благодарю Я вам объясняю, что вы будете привлечены по части 3 Споки 12-23 КУА-ПРФ Для данного правонарушения Привысленный штраф в размере 3000 рублей В течение 20 дней будет действовать скидка 50% То есть того-полторы Если будет желание оплатить А что у вас, коммерческая организация? 60 дней на уплату административного штрафа Если в течение 60 дней вы не уплачиваете административный штраф Но вы будете подходить под статью 20-25 Неуплата административного штрафа За что предусмотрен административный арест Либо обязательные работы Либо штраф в кратном размере У вас коммерческая организация? Нет А почему скидки действуют? Вот так по нашей главе только действуют, понимаете? 12-й Я думаю, вам все понятно Я вам разъяснил ваши все права Нет, мне непонятно Разъясните, пожалуйста Что вам непонятно? Конкретно Или конкретизируйте Я уже все рассказал Присите меня конкретно, что вы хотите А мне все непонятно Что вам непонятно? Вам по ПДД принести, чтобы нарушить? Вам по ПДД принести? А зачем? Я вас ознакомлю Правильно, документально В книжке Какой правил вы нарушили? Что конкретно вы нарушили? А причина остановки еще назовите, пожалуйста. Причина вашей остановки, проведение мероприятий сегодня с утра автомобиль. Наручение правил перевозки пассажиров. Сейчас профилактические мероприятия с утра проводятся. Вчера был выходной день. Документально ознакомить? Я у вас? Нет. У вас имеется нарушение. Правильно? Нет, причина была же без нарушения. Вы сейчас только что другую причину назвали? Как понять, причина без нарушения была? Операцией вы назвали? Грязный номер пошел. Причину, видишь, заплавал. Причин много бывает. Ну, какая была конкретная? Вы сказали, что операция. Документально ознакомите? Я не обязан. Обязаны? По конституции обязаны? Нет. Обязаны. Как не обязаны? Мы можем позвонить сейчас в дежурную часть. Я могу набрать со своего телефона. Можете спросить, какие мероприятия там проходят? Наберите со своего. Если у вас возможности нет, я могу набрать. Наберите со своего. Вы сказали, можете, наберите. Нет, ну сейчас я веду видеосъемку. Так же вы снимаете меня, я снимаю вас. А я вам запрещаю себя снимать. А я, это как доказательная база в суде будет потом. Я не собираюсь никуда выкладывать это в сети еще куда-либо. Потому что вы ведете себя так. Я вам все конкретно объясняю. А телефон ваш состоит на балансе МВД? На балансе МВД? Да. Не знаете? Нет. А когда узнаете? Не знаю, когда вы скажете. Ну сегодня узнаете, сейчас в дежурнику позвоните. Сейчас точно дети голодные уходят, каши голодные. Сейчас вот еще ребенок останется второй и без каши. Не надо, пожалуйста, потыкать ребенка. Вы виноваты в этом полностью. Вы, а не ребенок. Вы могли хотя бы его пристегнуть для начала. А вы ни в чем не виноваты сейчас стоите? Я просто выполняю. Ребенок в садик опаздывает. Вы ни в чем не виноваты сейчас? Я нахожусь на службе. На службе все-таки? Да. А кому служите? Ни народу своему, ни детям своим? Чужих же детей не бывает, как известно. В смысле? Чужих детей. А при чем тут этого? Ну а кому вы служите-то? Вот сейчас вы гнобите детей. Кому вы служите-то вообще? Ну, как вы сказали, я не гноблю детей. Вы не пристегнули ребенка. Кому вы служите, вы не ответили. Я вам уже ответил до этого. Кому? Я с вами больше не собираюсь разговаривать. Я вам все разъясняю.